Итак, всем привет, с вами Стилдер, и в этом видео я хотел бы рассказать о вертикальных мышках. Для тех, кто не в курсе, я объясняю. Вертикальные мыши отличаются от обычных иной формы. Это смесь геймпада и мышки. Хвата этих устройств похожа на охват карандаша или ручки. При работе с этим оборудованием мы задействуем разные группы мышц. Из-за этого перенапряжение не происходит, в отличие от обычных мышей. А значит, и боль в запястье проходит автоматически. Рассказывать сейчас о туннельном синдроме подробно я не буду. А скажу только то, что он происходит при сдавливании нерва из-за неблагоприятных условий. Если вам интересно, то можете пройти по ссылке в описании и прочитать про туннельный синдром. Возможно, это сделано ради рекламы, эта мышка вовсе не позволяет избежать туннельного синдрома. Но я все-таки склонен верить в достоверность информации. Попробовать с вертикальной мыши определенно стоит. Серьезная форма привлекает. И кому уже надоели обычные грузы, точно стоит посмотреть в их сторону. По совместительству, моя G300 уже довольно устарела. Клик работает уже не так, да она уже разносилась. Цены на Алиэкспресс не кусаются. Я заказал свою Deluxe M618 за 900 рублей по скидке. Технология вертикальных мышей не самая новая, но доступная. Мой выбор Deluxe M618 довольно очевиден. Она и самая известная, вроде как самая удобная. У других мизинец ерзает по столу или даже висит в воздухе. Их ват не так сильно отличается от обычной мышей, в отличие от Deluxe M618. Всем советую попробовать вертикальные мыши. А я свою уже заказал 13 декабря и жду пока она придет. Когда она придет, я сделаю еще одно видео, оправдал она в свои ожидания или нет. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok